И сегодня я хочу поговорить о крови Иисуса Христа. Вот последнее слово Сережа говорил о том, что научи нас, как использовать силу твою, да? Вот я хочу сказать о силе крови. Вы знаете, такое прекрасное место, если в Откровении 12 глава 11 стих говорится, они победили его, то есть дракона. Кровью Агнца. Вы не задумывались над этим, как побеждать кровью Агнца? И словом свидетельства своего. И не возлюбили души своей даже до смерти. Я думаю, что каждый из нас знает, что кровь Иисуса Христа, это кровь Агнца, закланного за нас, да? Что благодаря этой крови мы с вами спасаемся. Благодаря этой крови мы прощены. Исцелены. Мы все это знаем. Но вы знаете, только одно знание недостаточно. Если мы не можем его применить в нашей жизни. Все-таки очень важно не только знать, но очень важно познание. Мы знаем, что если кровь Иисуса для нас остается только на уровне буквы, знание, оно не может быть оружием. Вы задумывались над тем, что кровь Иисуса Христа — оружие. Я совершенно недавно это вот как-то от Бога получила, что это не просто для нашего спасения. Это оружие. Вы знаете, что мы принимаем жертву Иисуса Христа для спасения своего. Верой мы все приняли. Приняли. Мы верой приняли, что нам прощены грехи. И когда мы это познали, это стало действовать в нашей жизни. С этой минуты, как мы это познали, мы веровали в это. И когда мы стали это исповедовать, мы лишились всякого плена. Мы стали прощенными и спасенными. Это прекрасно, когда мы познаем знание, признание этого и исповедание этого сделало нас свободными. Благодаря этой жертве, которую пролил Господь, мы становимся гражданами небес. Это опять кровь Иисуса Христа. Мы знаем, что Дух Святой, Он запечатлел нас, но благодаря крови Иисуса Христа, и когда мы это исповедуем устами, тогда мы приобретаем обещанное, понимаете? Иначе оно остается на уровне знания и буквы. Так написано. Но когда ты начинаешь исповедовать, это уже твое. Но когда ты начинаешь исповедовать, это уже твое. Знать недостаточно. Необходимо исповедовать веру. Поэтому сказано, исповедуйте. Исповедуйте веру вашу. Исповедуйте победы свои. Исповедуйте Божьи победы. Исповедуйте власть крови, силу крови. Вы знаете, настолько исповедание имеет силу в духовной сфере, что даже сказано, что кровь Иисуса Христа о нас тоже свидетельствует. Она не просто вот пролилась и смотришь, вот пролитое. Она свидетельствует, то есть она говорит. Иисус свидетельствует о нас. Сказано свидетель. Свидетель — это немолчаливый. Он исповедует нас своими детьми. И кровь говорит, исповедует перед Отцом, что мы спасены. И так на небесах есть исповедание. И там, где мы исповедуем, мы приобретаем власть и силу. И кровь исповедует нас не только на небесах. И на небе, вы знаете, это ниже. Там, где мы с вами живем, где бесы, и там кровь свидетельствует о нас. И там кровь исповедует, что мы свободны, что мы дети Бога. Какая власть исповедания. И каждый раз, когда кровь Агнца исповедуется, ад сотрясается. Как ад боится крови Иисуса Христа. А мы немножечко не осознаем этого и не очень употребляем эту власть. И так, это одна часть того, что я вам сказала о крови Иисуса Христа. Наше спасение, помилование, прощение. Это очень важно. Без этого все остальное теряет смысл. Вы знаете, когда я читаю немножко про другие религии, даже называющие себя христианами, но там, где они теряют кровь Иисуса Христа, потому что ада нет, как таковое нет возмездия, они теряют кровь Иисуса Христа. Смысл. Они теряют все. Тогда потеряно все. Понимаете? Весь смысл. Какое счастье, что Бог открывает нам. Что есть власть у крови Иисуса. И есть еще нечто, что я хочу сказать, что делает кровь Агнца. Кровь Агнца это наше оружие. Это наш меч и наш щит. Это не просто. Мы знаем, что вот этой жертвой мы спасены. Мы должны это держать как оружие и как щит. Понимаете? Это кровь Агнца. Можно ею нападать, сражаться, можно защищаться и не допускать врага кровью Агнца. Бог дал нам удивительную жертву. Еще в Ветхом Завете мы с вами можем увидеть, как кровь и огненка образ Иисуса Христа защитила весь Израиль от губителя, который шел. Ангел-губитель шел и убивал в Египте каждого первенца. В каждую дверь заходил в каждый дом. Но там, где была кровь и огненка, он не заходил, не имел права. Вы понимаете? Это просто кровь и огненка, только символ Иисуса Христа. Но это был Завет с Богом. Это был Завет с Богом. Увидишь кровь, проходи мимо. Сегодня кровь Христа на нас. Вы представляете, Бог заключил Завет в крови Иисуса своего Сына. Можно сказать собственной крови, потому что Он и Сын Единый. Сейчас Он сказал, на ком увидишь кровь Иисуса Христа, проходи мимо. Но если бы те израильтяне не поверили бы, без веры бы это делали, просто какого-то там огненка убили, никакой веры, просто не имело бы такой силы. Завет имеет силу, когда ты его принимаешь. Когда ты его вероисповедуешь. Когда ты знаешь, что ты делаешь. Потому что через это ты заключаешь с Богом Завет. Израиль тогда заключил с Богом Завет через этого ягненка. Они в это верили. Кровь ягненка свидетельствовала. свидетельствовала о том, что они покрыты Богом. Не смей заходить в эти дома. Бог покрыл. Вы представляете, какая сила у крови, что я этих помиловал. Там губи, а этих помиловал. И все, что было надо, это стоять в это время и вкушать жертвенное мясо. Жертвенную плоть вкушать. Для чего? Чтобы стать участниками этой жертвы. Участниками этого мальтина. И они сражались, можно сказать, защищались вот этой кровью агнца губитель проходил мимо. Но пришло новое время, Новый Завет. За нас пролита уже не кровь и огненочка, а кровь агнца Божьего, который был заклан еще до создания мира, сотворения. И теперь Бог сделан нас участниками но жертвы Иисуса Христа сына Божьего. Мы уже вкушаем плоть Его и кровь Его, да? Чтобы стать кем? Участниками этой жертвы. У нас с Богом Завет. У нас с Богом Завет, вы понимаете? Что такое Завет, вы вообще понимаете? Бог с нами заключил Завет, что кто будет есть тело Его и пить кровь Его, живет в воскресении, отличный от этого народа. Это мой народ. Губитель, проходи мимо. Но для этого нужна вера. И посмотрите, насколько отличается сила жертвы Сына Божьего от жертвы животного ягненка отличается от жертвы животного ягненка отличается и власть. Власть крови от этого ягненка и власть крови Сына Божьего. Я прочитаю вам, как написано к евреям, очень интересно там пишется об этом. Может быть тяжеловато было читать, сейчас вам будет понятнее. Евреям 9 глава 11-14 Но Христос первосвященник будущих благ придя с большей и совершеннейшей скинью, то есть телом своим нерукотворенную то есть не такого устроения и не с кровью козлов или же тельцов но со своей кровью однажды вошел во святилище в небеса и приобрел вечное искупление ибо если кровь тельцов козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных дабы чисто было тело то коль ми паче кровь Христа который Духом Святым принес себя непорочного Богу очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному то есть даже не о телах идет речь а уже даже внутренность очищается и освящается мы знаем что власть она всегда сопряжена с ответственностью и если нам Бог доверил власть крови Иисуса Христа у нас есть ответственность и эта ответственность очень серьезная я еще прочту к евреям 10 глава 28 29 мы с вами должны знать что есть и ответственность посмотрите как сказано если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывался смертью то скольте к чайшему думаете наказанию повинен будет тот кто попирает Сына Божьего и не почитает за святыню кровь завета который освящен и Духа Благодати оскорбляет чем можно оскорбить Духа Благодати сказано неверием не оскорбляйте поэтому Павел нас предупреждает что когда мы принимаем преломление как мы должны испытывать себя как мы должны благоговенно к этому моменту относиться это ответственно это завет с отцом через жертву его родного сына которого он позволил распять убийц кровь пролил и эта кровь свидетельствует на небесах и каждый раз когда мы это принимаем мы что с вами делаем мы не просто едим и пьем а мы еще и возвещаем мы этим возвещаем кому мы в закрытом помещении друг к другу что ли будем возвещать мы мы возвещаем всему небесному миру вы понимаете здесь все наполнено духами если у вас бы открылись глаза вы бы наверное вот такие глаза имели потому что здесь присутствуют ангелы божьи сто процентов но и бесы приходят и они свидетели того что мы дети божьи и каждый раз когда мы принимаем кровь Иисуса Христа мы свидетельствуем мы возвещаем понимаете всему духовному миру кто мы такие мы возвещаем что у нас завет что мы не просто люди мы в завете с Богом какие мы вы представляете что этот великий Бог заключился с человеком вот с этим завет насколько он посчитался с нами я прочитаю вам ибо всякий раз когда вы едите хлеб и пьете чашу смерть Господню возвещаете до кулем придет посему кто будет есть хлеб или пить чашу Господню недостойно виновен будет против тела и крови Господней да испытывает же себя человек и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей ибо кто ест и пьет недостойно тот ест и пьет осуждение себе не рассуждая о теле Господне оттого многие из вас немощны и больны и немало умирает так что мы должны осознавать значимость этого завета значимость крови Иисуса Христа этой жертвы что это не просто символ это сила это власть потому что мы заключаем заветство Богом и для нас это великая благодать мы сделали участниками участниками вместе с Иисусом Христом с Его жертвой и Бог через это даровал нам власть власть крови если отрепещет только от одного имени крови Иисуса Христа а мы имеем эту власть крови Иисуса Христа когда мы ее исповедуем что мы с вами делаем все трепещет перед исповедующим не просто болтающим об этом а исповедующим эту власть кровь Агнца это не его поражение это его победа победа над дьяволом победа над его царством победа над всем злом над всеми силами и властями ада вот какую победу нам Бог дал мы в завете с победой вот какое оружие у нас это оружие в руках у нас поэтому Бог открыл Иоанну как побеждать на острове Патмос Он ему открыл тайну Он сказал о самом последнем времени о самом тяжком времени когда церковь будет переживать тяжелейшие времена в это время она будет побеждать в тяжелейшие времена она будет победитель а чем она будет побеждать кровью агнца вы представляете они победили кого его зверя дракона кровью агнца и словом свидетельства своего о чем свидетельство о крови о том что это наша победа это наша защита это наша сила что кровь в крови мы вместе с Богом в завете все что они делали это свидетельство в небесах и не возлюбили души своей даже за смерть еще раз хочу напомнить просто знание не спасает нужно не просто знать нужно употреблять нужно познавать власть крови Иисуса Христа и исповедовать когда мы исповедуем это выходит сила исповедание силы крови агнца является оружием именно тогда когда народ исповедовал то что они защищены кровью Иисуса что они в завете с Богом в крови Иисуса враг не мог приблизиться в то время когда шла война на небесах с Михаилом Архангелом и с его ангелами против дракона и с его ангелами это откровение шла битва на земле я хочу объяснить вам что происходит шла битва на земле и битва шла против народа Божьего понимаете посмотрите как написано народ Божий мог толком не понимать что происходит и не будет до конца понимать кто из вас сегодня понимает что такое пандемия кто из вас сегодня понимает смысл происходящего все обратили внимание на бактерию а что происходит там что это за битва духовная что мы два года с вами сохранились кровью агнца вы это заметили близко не подошло к нам почему как мы молились церковь мы противостояли кровью агнца мы исповедовали что мы в защите мы в завете с Богом что кровь креста на нас и все но это было только учение только учение и мы выстояли это учение Бог показал но посмотрите что говорится о последнем времени и произошла на небе война Михаил и ангелы его воевали против дракона и драконы и ангелы его воевали против них но не устояли и не нашлось уже для них места на небе и низвержен был великий дракон великий дракон древний змей называемый дьяволом и сатаной обольщающий всю вселенную низвержен на землю и ангелы его низвержены с ним а как победили как они победили нами они победили народом божьим который в это время молился в это самое время народ божий сражался изо всех последних сил против зла стойко стоял и исповедовал силой крови и быть может даже не понимал что происходит они не видели то сражение что было на небесах они не видели что Михаил в это время сражаясь с ангелами у них тут понимаете битва им тут надо выжить им приходилось молиться и стоять стойко исповедовать они чувствовали что только эти могут сохраниться и защититься кровью Иисуса все что они делали только исповедовали не обращая ни на что внимания не возлюбили души своей даже до смерти понимая что смерть духовная страшнее физической вы думаете это продолжалось минуточку ударили это была война это была битва это тянулось неизвестно будет тянуться годами месяцами неизвестно это будет война можно сказать народ мог бы изнуриться но они продолжали исповедовать и больше ничего не делали только исповедовали это было время сражения посмотрите как вел войну Даниил когда мы читаем Даниила разве он воевал он постился и молился оказывается воевал я вам говорила что ваша сила то есть ваша вера сила веры это сила ангелов когда вы исповедуете победы ваши ангелы получают ее и захватывают когда вы в неверии ваши ангелы не имеют столько силы вы лишили их власти и силы поэтому ваше исповедание это сила ваших ангелов и когда мы сражаемся с вами верой исповедуем на небесах идет битва и мы побеждаем наши ангелы ликуют видя нашу веру не позорьте ваших ангелов своим неверием не опускайте их дайте им сил понимайте что всякое что вы проходите сражение это на небесах проходит мы имеем примеры это по Библии вернусь к Даниилу он не понимал что происходит вообще он просто почувствовал что надо поститься и молиться и 21 день постился и молился и я уверена что чувствовал битву внутри тяжесть и пришел к нему ангел и сказал мне не бойся Даниил с первого дня как ты расположил сердце твое чтобы достигнуть разумения и смирить себя предходам твоим слова твои услышаны и я пришел бы по словам твоим пришел бы но князь царства персидского стоял против меня 21 день князь царства персидского вы знаете что есть власти поднебесные власти которые над Англией над Германией над Францией там свои власти они противятся чтобы здесь пробуждения не было когда мы сражаемся эти власти противостоят но когда мы постимся когда мы молимся наши ангелы начинают сражаться и Михаил Архангел приходит на помощь и написано но вот Михаил один из первых князей пришел помочь мне и я остался там при царях персидских понимаете какая битва на небесах когда мы не осознаем все равно битва проходит мы можем не осознавать в какой войне мы с вами участвуем но мы воины просто так что ли воины некоторые воины в запасе честно всегда сидят в запасе кто-то воюет сражается а они все в запасе а другие эти окопы вырыли и оттуда сидят выглядывают чтобы им по голове не попало но Бог нас поставил на передовую любит Он таких которые идут вперед и которые исповедуют это оружие исповедуйте силу крови исповедуйте то что вы деете Бога благодаря крови Иисуса Христа что вы в завете с Богом побеждайте кровью агнца и исповеданием уст ваших очень важно исповедовать помните они победили его они победили кровью агнца ничем другим никакими другими цитатами цитаты нужны они тоже прекрасны это тоже все оружие но кровь не забывайте не сказано ничего другого кровью агнца и словом исповедания и не возлюбили души даже до смерти казалось бы что особенного делали стояли и молились мы иногда думаем ну что мы особенно делаем ну собираемся вторник пятницу мы все молимся домолимся мы не видим что происходит на самом деле ангелы говорят молодцы держитесь еще молитесь потому что это победы это битва это война и не надо унывать опускаться душой исповедуйте кровь агнца и надо не просто молча исповедовать там где-то внутри в глубине я верю глубоко очень глубоко выкопайте вслух даже когда вы дома исповедуйте вслух будьте победителями сокрушайте власть дьяволом кровь Иисуса Христа это победа и наши уста должны это исповедовать если бы просто молчали если бы кровь просто молчала ничего бы не было Бог нас научил исповедовать и от уровня нашего знания зависит и власть и сила поймите это и так мои дорогие мы призываемся к тому чтобы понять что у нас есть оружие и не просто для того чтобы сохраняться но и сражаться и воевать кровью агнца так что в силе в его крови сила и в нашем свидетельстве эта сила начинает действовать в ту пасхальную ночь она была страшная вы знаете какая страшная они зашли в свои дома помазали кровью и стали слышать страшные крики ужасы плач у всех своих соседей вот там умерли ничего не напоминает вот тут умерли вот тут умерли вот там умерли газеты говорят телевизор радио умерли везде умерли везде плачут везде хоронят они все это слышали крики слышали ужасы слышали вокруг них умирают взрослые дети какое горе горе да плач был везде но не в домах верующих кровь ягненка их сохранила почему потому что они в нее поверили если кто-то бы не поверил вышел и все и был бы ему конец но они оставались верой под защитой никогда где бы ни кричали ни плакали оставайтесь под защитой крови потому что вы дети божьи дети божьи исповедуйте силу и власть крови Иисуса Христа вы думаете когда проходил губитель не подходил к их домам рядом был но они исповедовали и он проходил мимо понимаете рядом но проходит мимо когда исповедуешь страх нехорошая вещь страх и паника выводят на улицу выводят из-под завета ни в коем случае не надо не бояться не сомневаться в любви написано нет страха а вы знаете Бог любит нас мы его любимчики мы его дети он настолько нас полюбил что взял своего сына и отдал это не кого-то он полюбил каждого из вас ваших детей ваши дома главное поймите поверьте и будьте в этом исповедуйте и